Во время прогулки на русском острове приморские школьники обнаружили необычную находку – камень, на котором были отпечатки ребер. Мы думали, что это динозавр, но оказалось, что это морской ящер, потому что все, кто плавают в море, их нельзя называть динозаврами. Когда мы нашли эту находку, то я уже чуть-чуть начала увлекаться. Вот уже несколько лет семья Сиренко является участником проекта «Наука в путешествии. Приморье». Они не раз обнаруживали отпечатки древних аммонитов и различных окаменелостей. И только недавняя находка исполнила детскую мечту Димы. Однажды мы были на телевидении, и моя дочь сказала, что ее брат мечтает найти останки динозавров. Тогда это звучало забавно, но сейчас оказалось, что это реально, и мы действительно нашли останки их динозавра. В результате удара тайфуна Майсак в сентябре раскололась каменная плита, в которой, оказывается, были скрыты ребра и части позвоночника ихтиозавра. Останки уже извлекли и доставили в Приморский океанариум. Предполагалось изначально, когда была найдена находка, что вот эта вот огромная глыба либо останется на берегу, и тогда она медленно умрет вместе с этим ихтиозавром, либо ее придется вывести для того, чтобы проводить исследование. Части ихтиозавра уже находили на острове Русский. Ученые предполагают, что миллионы лет назад эти животные жили здесь в большом количестве. Для нас не составило большого труда определить геологический возраст этой находки. Мы оцениваем это, оцениваем, что ихтиозавр найденный существовал примерно 245-245,5 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что большая часть этих окаменелостей спрятана в породе. По оценкам экспертов, каменная плита весит от 300 до 700 килограммов. Изначально было принято решение о распиливании, но вмешался океанариум, и благодаря энтузиазму огромного количества людей было решено, что плиту вывезут в целости и сохранности. Ближайшее исследование, которое планируется после консервации, это рентгенологическое исследование. То есть эту плиту целиком будут просвечивать рентгеном, для того, чтобы выяснить, есть ли там какие-то артефакты дополнительные. В дальнейшем удивительная находка будет расположена в экспозиции «Эволюция жизни в океане» в Приморском океанариуме. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.